Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Путинцев и я рад вас приветствовать на курсе по созданию видеоконтента и видеомонтажу, используя всего лишь телефон. Этот курс записан специально для платформы Puzzle Brain и на протяжении всех уроков мы с вами узнаем, как правильно монтировать тот или иной видеоконтент и действительно его делать вкусным как для соцсетей, так и в принципе для вашего зрителя. На протяжении всего времени мы будем использовать буквально две программы, это InShot и Pixel Loop. InShot является самой простой и распространенной программой, которую можно юзать как на Android, так и на iOS и при этом данный софт не требует никаких-то денежных вложений, он не требует каких-то знаний, наверное, по видеомонтажу, он отлично подходит для новичков, собственно, как и этот курс. Pixel Loop же в свою очередь делает из стационарного фото динамичное, красивое и яркое видео, которое разбавит серость самого контента. Темой первого урока будет знакомство с InShot, поэтому не будем затягивать, скачиваем данное приложение и давайте же узнаем, какие интересные инструменты таит оно в себе. Поехали! Давайте откроем, в вашем случае скачаем, может быть в моем случае уже откроем приложение и что мы здесь видим? Шикарную уже изначальную заставку, да, в канун китайского нового года. Для начала нам нужно создать проект, то есть нажимаем на видео и какой-нибудь новый проект. Соответственно, мы можем выбрать как фото, так и видео, контент, можно по очереди его выбирать, как угодно, да, то есть для примера я возьму, допустим, фотографию и от нее буду, собственно, прыгать вправо-влево. Вот мы находимся уже в основном интерфейсе, что же мы здесь имеем? Все довольно-таки интуитивно, для тех, кто там никогда ни разу не пользовался подобными приложениями, вообще не бойтесь. Вот серьезно, где-то что-то вы, если не знаете, пару-тройку раз потыков пальцами, вы увидите, что все довольно-таки простенько. Давайте пройдемся слева направо, что мы имеем? На нашем основном меню у нас есть размер, то есть, безусловно, нам нужно вначале понять, какое разрешение, как кропать, так скажем, да, мы должны наши с вами видео. Если это сториз, то, безусловно, 9х16, если у нас, скажем так, в режиме таком кинематографичном, да, то есть для горизонтального просмотра, то это 16х9, да, то есть совсем наоборот. Если это для какого-нибудь инстаграма, да, то есть для поста видео какой-нибудь, то, соответственно, это 4х5, либо квадрат. Ну, квадратом вообще практически никто не пользуется, ну, как видите, здесь огромное количество самых разных размеров и соотношений, то есть на любой вкус и цвет, как говорится. Если не знаете, что и как, в принципе, картинка у вас нормально заточена по тем или иным сторонам, то нажимаем на оригинал и все, никаких там помутнений, там лишних границ у нас не будет. Вот, что дальше мы можем сделать? Допустим, зум, то есть, ну, может быть, я хочу где-то увеличить свою фотографию, можем где-то уменьшить. Если мы уменьшаем и видим, то что на заднем плане у нас есть заливка, так называемый задний план, либо фон, его можно точно так же менять, то есть я могу вот это размытие контролировать, могу, допустим, полностью все это дело убрать, либо вставить какую-нибудь там картинку непонятную, да, то есть, ну, блин, давайте вот это вот будет. Ее точно так же могу размывать, либо просто сделать задний полноценный какой-нибудь через градиент заливочку, либо как-нибудь так. То есть, как видите, просто огромное количество самых разных интересных вариантов для вас, то есть, вот, все, что вы хотите, можно сделать буквально в два, в три клика. То есть, ну, давайте, я не буду слишком сильно здесь останавливаться. Что у нас дальше? Музыка. Очень, вот такой, очень важный инструмент, который должен быть, ну, в любом редакторе, я думаю. У нас будет даже целая глава, целый день марафона, в котором я буду уделять внимание именно этому инструменту, именно возможностям данного инструмента. И мы поговорим более, наверное, конкретно на других днях. То есть, мы можем нажать, выбрать любой трек, который загружен. Если у вас Android, у вас вообще проблем никаких не должно быть с загрузкой аудиофайлов, потому что там просто mp3 можно закачивать на флешку, либо на телефон. У Яблока, безусловно, нужно, чтобы у вас это все было в плейлисте. Единственное ограничение, запрещается использовать контент, который вы взяли на подписку. То есть, там, допустим, прослушиваете месяц, у вас пополняется ваш плейлист, но вы не сможете ни в коем случае заливать что-либо. То есть, либо через Antunes мы спокойно закидываем наши звуки, песенки и тому подобное, либо мы покупаем по-честному, собственно, на Play Market все это дело и уже спокойно можем юзать. То есть, здесь можно заливать, допустим, ну давайте Штраус, можно заливать либо песню, либо какие-нибудь звуковые эффекты. То есть, давайте я вот это сейчас удалю. Песня, либо звуковые эффекты, их плюс 100-500 тоже на вкус и цвет. То есть, мы можем зайти, выбрать там самолеты, вертолеты, взрывы. Это очень классно для подчеркивания тех или иных моментов. Повторюсь, я об этом расскажу более подробно уже на отдельном дне по аудиоэффектам и, в принципе, где их брать, для чего они нужны и тому подобное. То есть, есть моменты, которые можно скачивать, да, то есть, вбивать и скачивать то, что нам предлагает само приложение. Но это как бы как раз-таки показывает лишь плюсы и самые разные грани всего лишь одного инструмента. Ну давайте, допустим, гранитный камушек, божья коровка. Просто шикарная песня моей молодости. Что мы можем сделать с песней? То есть, мы можем ее, безусловно, подрезать вправо-влево, да, звук у меня выключен, не переживайте, песня идет. Можем громкость увеличивать, уменьшать и, безусловно, немаловажно для сторис это усиление звука в самом начале, либо затухание. Я, как правило, ставлю и то, и то, чтобы плавно все это дело начиналось и заканчивалось на 15 секунде в затухании. То есть, окей, у нас есть песенка, она автоматически будет подрезаться под конец нашей дорожки. Поэтому здесь никаких проблем нет. Если что-то нужно нам, допустим, добавить, мы можем сверху еще нагромоздить какой-нибудь там звук. То есть, звуковые эффекты, там, самолет, допустим, взрыв, пользование. То есть, чихи сверху, вот он, у нас звук. Зажимая его, мы можем спокойно его как-нибудь передвигать. Использование нескольких дорожек очень классная штука. Раньше такого здесь не было, но с точки зрения именно аудиосопровождения. Поэтому сейчас они проапгрейдили все это от и до. Окей, пойдем дальше. Стикеры. Стикеры, ну, самое простецкое, наверное, что можно придумать. Здесь основные стикеры, я скажу честно, не самые такие веселые, красивые, красочные. То есть, ничего такого особенного. Есть платные. То есть, некоторые я тут покупал. Как видите, они такие более-менее яркие. Но, как правило, особо не использовал. Есть только там где-то в сторисах. Но, так или иначе, ребят, если вам интересно, если вам охота украсить ваше видео, то, безусловно, можете покупать. И это как бы не запрещено. Тем более поддерживать производителя, так скажем, текст. Немаловажный момент для сторис. То есть, сейчас вообще никак без этого. Можно все что угодно здесь печатать, менять шрифт. Единственное, что шрифт хорошо меняется на латинице, кириллице. Там буквально 2-3 основных каких-либо шрифта есть. И все. То есть, это как бы вы должны запомнить. Но мы, я думаю, на курсе это все плотненько-плотненько доизучим. Есть анимация, есть смена самых разных цветов, заливок и тому подобное. Без заливки. Вы можете нагромождать текст сколько угодно. И как угодно. Поэтому это очень-очень крутая штука. То есть, вы можете его регулировать по длине. То есть, относительно таймлайна. Можете дальше изменять. Можете еще текст какой-нибудь добавить. Сюда длит пускай будет. То есть, уже у нас есть некоторые текста. И, если не нравится, собственно, удаляйте. То есть, здесь все очень-очень, как я и сказал, понятно. Фильтры. То есть, есть эффекты. В основном они такие замудренные. Большинство из них платные. Как же без этого. Но ничего страшного. Есть штатные фильтры. Которые, скажем так, более-менее привычные. Так называемые пресеты для видео. Если что-то не нравится, можем сами регулировать наше видео. Как хотим. По температурам и температурам. То есть, здесь ничего не залочено. Ничего не закрыто. То есть, ничего проплачивать не нужно. Вот. Окей. То есть, у нас вот все. Фильтры мы рассмотрели. Время. То есть, для картинки это актуальный момент. То есть, сколько по длине будет наша картинка. То есть, штатно она когда падает на таймлайн на 5 секунд. Максимум может быть 10 секунд. То есть, мы ее сейчас, допустим, увеличили. И довольно-таки проще нам, допустим, ее там дергать вправо-влево. Дальше. Разделить. То есть, мы нажимаем на разделение. Что это нам дает? Во-первых, два куска. Во-вторых, между ними у нас появляется кнопочка с карандашом таким. Это функция как раз-таки разделения. То есть, не разделения, а функция переходов. Прошу прощения. То есть, здесь очень-очень много самых разных переходов. Есть и платные, безусловно. Но, друзья, если вы хотите приукрасить, повторюсь, то это не возбраняется. То есть, это самые разные. Тут вот даже добавили фиолетовые какие-то. Я даже не видел никогда их. Но основными можно пользоваться просто на ура. Самое главное, чтобы вы знали, где это находится и для чего. То есть, мы разделили с вами два видео. Можем удалить кусок спокойно. Убрать звук в случае, если это видео. Давайте я закину сюда видео. То есть, как это сделать дополнительно. Это нужно нажать на плюсик. Выберем что-нибудь. Вот давайте. Это игра Dendy. Это Contra. То есть, ребята бегают. Все классно. Что тут по видео? То есть, соответственно, мы можем спокойно убирать звук. Либо его увеличивать. Дальше скорость. Увеличить, уменьшать. Да, то есть, чтобы медленно бежали, либо быстро. Далее, дублировать. Это понятно. Повороты. То есть, по часовой стрелке. У нас Flip. Это отражение зеркальное относительно вертикали. Заморозка. Это мы просто берем кадр какой-нибудь. Вот мы шли-шли-шли. Нашли кадр. И его остановили. То есть, ребята бежали, бежали, бежали. Бам. Все замерло. Замерзло. И дальше потом побежали. Вот. И последняя функция. Это обратная. То есть, это просто реверс нашего видео. То есть, здесь все идет в обратном направлении. То есть, если здесь они бежали в эту сторону. Встали. И теперь наше видео прокручивается ровно обратно. Собственно, это весь функционал. Который позволит, ну, действительно сделать очень много. Именно в движении, в путешествии. В видеомонтаже. Это приложение, которое не требует. Не то чтобы знаний, усилий. Но и не требует денег. Что очень-очень круто. Давайте посмотрим, что нам нужно сделать. Чтобы все это дело сохранить. Вот мы наляпали непонятных каких-то моментов. Датам отрывков. Мы нажимаем на верхний правый уголочек. Экспортировать. Сохранить. И это все сохраняется у нас в фотопленке. То есть, в папочке. Самое главное, ничего тут не удаляем. И все будет круто. Все. Чик. Можно поделиться с друзьями. Можно сделать все, что угодно. Не нужно здесь ничего настраивать по разрешению, по качеству. По умолчанию. Здесь идут нормальные, максимальные настройки. И которые при этом будут съедаться и кушаться вашим телефоном просто по максималке. То есть, формат подгоняется. Все подгоняется, чтобы не перекодировать 10 раз. Чтобы не перегружать. И было все очень-очень удобно. Это приложение отлично работает как на Android, так и на iOS. Поэтому подойдет буквально всем. Я с него начинал. Я им продолжаю, собственно, пользоваться. И оно отлично работает в движении, в походе. То есть, на коленке что-либо сделать. Для видеомонтажа качественно. Оно прям заходит просто на пятерочку. Ну вот и все, друзья. Как видите, данное приложение очень простого использования. И даже новичок самостоятельно сможет понять, что к чему. Ибо все инструменты расположены очень и очень интуитивно. Я использую это приложение уже давным-давно. И невзирая на новые навыки, на использование более профессиональных каких-либо инструментов, гаджетов и приложений. Я в любом случае до сих пор использую InShot. Потому что действительно где-нибудь в пути, действительно где-нибудь на скорую руку можно сделать действительно качественное видео. Качественный видеоконтент, который быстро пойдет уже в основном в соцсети. Либо на отправку тому или иному человеку для поздравлений. Постарайтесь самостоятельно разобраться, что где, как и для чего. Потому что в дальнейшем мы будем использовать разные инструменты, раскрывать их. И чтобы вы быстрее схватывали все это дело на лету, вам нужно иметь определенный базис. Поэтому не только вам нужно все это дело скачать, но и постараться закинуть какое-нибудь видео, либо фото. И поэкспериментировать с тем или иным инструментом. А в дальнейшем вы уже будете поступенчато, поэтапно узнавать данное приложение все ближе и ближе. На следующем же уроке мы с вами познакомимся со вторым приложением, это Pixaloop. А у меня на этом все. С вами был Александр Путинцев, увидимся на следующем уроке. До скорого!